Со вчерашнего дня семья Толи в разъездах. Сувениры развозят самостоятельно. Заказы доставляют во все уголки Красноярска. На этот раз на Ладоке с Хавели привезли две футболки с жирафом. Думал ты, когда рисовал, что будет вот так на футболках? Нет? Просто так рисовал, дорисовал. А чья идея? Футболки, интернет-магазин? Я вот ребята с телеканала Енисей. Ну отлично. Всё они организовали. Наш проект «Дари добру» стартовал в начале августа. Первым героем стал Толи. Месяц кропотливой работы дизайнеров, фотографов и программистов. Телеканал Енисей. И вот первые результаты. Сувенирная продукция пользуется колоссальным спросом. Очень просто и действенно. А потом, когда зашёл на сайт и увидел сами изделия, то есть даже меня, в общем, не изделия поразили. Ну это же всего лишь там футболки и тарелки. Ну рисунки сами. Меня вот это поразило. То есть вот они красивые. Это не просто там, ну ребёнок какой-то неуверенной рукой нарисовал. Это реально очень интересные произведения искусства. Поэтому я даже как-то не раздумывал. Мне захотелось иметь такого рода футболки у себя. К слову, талант Толи Катцина, восьмилетнего мальчика, с особыми потребностями, заметили не только в Красноярске и Москве, но и во всём мире. Футболки идут, магниты, это с жирафом, кружки, тарелки. Вот сегодня тоже будет большой заказ. Там и тарелки, и кружки. Это повезём. А люди откуда? Из Красноярска? Из Красноярска. Есть один заказ уже с Подмосковья. И заказ есть, ну как бы попросили, что он уйдёт в Колумбию, магнит с жирафом. Конечно, я в шоке от того, что столько много заказов. Развозить мы их не успеваем физически. Вот я говорю, сегодня ехали два часа. Сегодня стало ясно, с таким объёмом одному человеку не справиться. Поэтому наши коллеги, кураторы проекта будут помогать Толиным родителям. Мы не ожидали, что будет такой наплыв большой посетителей на сайт. Поэтому заказов очень много, причём со всей России. Поэтому было принято решение, что будем помогать, если нужно транспортом и координацией работы магазина. Возможно, привлечём волонтёров. Сегодня развозили сувениры вместе с самим автором. Толя говорит, заниматься извозом ему сложно, уж лучше он будет рисовать. И уже знает, что изобразит в следующий раз. Я ещё дома рисую карандашами. Я нарисовала папу, маму, Санжу, меня и свою собачку. А как собачку вашу зовут? Мобсик. Он у меня похож. Нарисую. Я его сделаю. Толстом и ножки. А ещё Толя мечтает, что когда вырастет, изобретёт умный и удобный дом и нарисует настоящий мультфильм вместе с Уолтом Диснеем. Дина Володина, Денис Тимошенко. Новости.